Здравствуйте! Сегодня наша тема операций. В C-Sharp определено множество различных операций. Наиболее часто выделяют логические операции, арифметические и операции со строками. С некоторыми операциями мы с вами уже встречались. Например, операция точка. Операция точка позволяет обратиться к члену класса. В данном случае с помощью операции точка вызывается метод CI. То есть точка используется для доступа к любому члену класса для данного объекта. Другой вид операции это операции обращения к элементу массива, с которым мы тоже уже сталкивались. То есть если у нас определен какой-то массив, то для обращения к нему используются квадратные скобки. Это операция доступ к элементу массива. А, ну собственно можем написать и так вот. У нас string S равняется args 0. То есть эта операция позволяет нам обратиться к элементу массива. Сейчас мы вкратце рассмотрим основные виды операции, чтобы можно было их использовать активно в наших программах. Ну прежде всего существуют арифметические операции. На самом деле очень простой вид операции. Различного рода арифметические действия. То есть если у нас определены две переменные, например, i и k, то мы можем производить с этими переменами различные операции. Например, можем написать, что i равняется k плюс 2. Вот плюс это как раз арифметическая операция сложения. Аналогично и существуют операции вычитания, умножения, записывается с помощью вот такой звездочки, деления, оператор модуля. Поскольку в данном случае мы используем целочисленные переменные, то операция деления тоже выполняется целочисленная. То есть если мы напишем, что k у нас равняется 5 и поделим k на 2. Давайте выведем на консоль. То мы увидим, что когда мы делим 5 на 2, то в результате мы получаем 2. Так, мяу, это у нас говорит кошка. Давайте мы это пока удалим. То есть поскольку i у нас целое число, оно не может содержать дробные числа. То соответственно здесь идет деление целочисленное. Результатом его в данном случае является 2. Для того, чтобы нам узнать остаток, необходимо использовать операцию модуля. Заведем еще одну переменную. Записывается она вот с помощью знака процент. Если мы выведем на экран значение модуля, то есть это не модуль, а остаток. Остатка отделения. То мы увидим, что остатком является 1. То есть мы 5 делим на 2, получаем 2 и 1 в остатке. Если же мы будем использовать не целочисленные переменные, а действительные какие-то числа, например float или double, то мы получим более точные значения. И операции для получения остатков в этом случае просто не будет. В программировании очень часто возникает такая ситуация, когда вам необходимо получить число, которое на 1 больше или на 1 меньше того, которое у вас сейчас есть. То есть, например, очень часто приходится записывать что-нибудь вот в таком виде. Такие операции называются инкремент или декремент. То есть увеличение на 1 или уменьшение на 1. Поскольку эти операции используются очень часто, и плюс к тому в компьютере существует возможность эту операцию сделать более оптимальным образом, в современных языках программирования для таких операций существует специальная команда, специальная форма записи. Можно это записать следующим образом. Вот так. Или вот так. Если мы сейчас запустим, то у нас и, соответственно, будет сначала увеличено на 1, получится 3, а потом обратно уменьшено получится 2. Запускаем. Получаем 3 и 2. Эта форма записи приводит к тому, что компилятор генерирует более быстрый код. То есть вот такая запись более предпочтительна по сравнению с записью вот такой. Хотя по сути своей не выполняет одно и то же действие. Результатом выполнения операции инкремента является значение этой переменной и до того, как была выполнена операция инкремента. Если мы напишем таким образом, посмотрим, чему равняется k, то мы увидим, что k у нас осталось равно 2. Но у этой операции существует другая форма записи. Если мы запишем плюс-плюс перед переменной i, то результатом этой операции будет значение переменной i после того, как выполнен инкремент. То есть в данном случае значение k будет равно 3. Поэтому нужно иметь в виду, когда вы используете вот эти операции инкремента и декремента внутри выражений, нужно внимательно обращать внимание на то, какая именно форма записи использована. префиксная, это вот то, как сейчас записано, или постфиксная, вот такая запись. Потому что это может влиять на конечный результат. А если вы не хотите путаться с этими вещами, то я лично вам рекомендую не вставлять операции инкремента и декремента внутрь каких бы то ни было выражений, а всегда выполнять эту операцию как отдельное выражение. Тогда у вас не будет никакой путаницы. Вы всегда сможете четко понимать, что у вас происходит в программе. Кроме арифметических операций существуют операции отношений и проверки типов. Чаще всего такие операции встречаются внутри команды if. То есть, когда мы делаем ветвление в нашей программе, записываем что-нибудь вот таким образом, то мы выполняем операцию больше, которая позволяет нам сравнить значение переменной i с каким-то другим числом. Числом или другой переменной, или может быть здесь какое-то выражение, например, k плюс 2. То есть, если у нас i больше, чем k плюс 2, тогда будет выполняться вот эта операция. Там мы и напишем. Соответственно, операций соотношений существует несколько. Есть операция больше, аналогично есть операция меньше, а есть операции больше либо равно, и, соответственно, меньше либо равно. Вот это полный набор операций отношений. То есть, если i у нас в данном случае меньше либо равно k плюс 2, то выполняется это действие. На самом деле, вот эти выражения, логические выражения отношений, не обязательно могут быть использованы внутри команды if. Мы можем определить переменную типа bool и присвоить ей значение такого выражения. То есть, на самом деле, такие выражения могут встречаться в разных местах программы. То есть, в данном случае вычисляется значение вот этого выражения. То есть, если i меньше либо равно k плюс 2, то в переменную b у нас попадет значение true. То есть, правда, истина. И действительно меньше либо равно, чем k плюс 2. Но если i у нас больше, чем k плюс 2, то в переменную b попадет значение false. То есть, ложь. Неправда. Ну и вот, соответственно, ниже мы можем использовать значение этой переменной, в том числе и внутри оператора if. кроме отношений больше либо меньше, да, существует и сравнение на равенство. Сравнение на равенство записывается с помощью двойного знака равно. и равно k плюс 2. Если это... Давайте возьмем в скобки, чтобы было понятнее. Если вот это выражение истина, если и действительно равно k плюс 2, то в b у нас будет true. В противном случае false. Либо мы можем проверить на неравенство. Это как бы обратная операция. Записывается она вот таким образом. Если i не равно k плюс 2, то, соответственно, значение этого выражения будет истинно true. Аналогично все это можно записать внутри оператора if. Или, например, внутри оператора цикла какого-нибудь. Далее. Существуют операции проверки типов. Если у нас есть переменная типа cat, то мы можем проверить, является ли объект cat действительно экземпляром класса cat. Если объект cat является экземпляром класса cat, то выполнить эту команду. Если мы запускаем, получаем ура, все правильно. Действительно, переменная cat содержит экземпляр объекта cat. Но, если мы напишем, в противном случае напишем, если мы напишем, является ли cat экземпляром класса консоль. Запустим на выполнение, получаем беда. Не является. то есть, если данная переменная является экземпляром этого класса, или может быть из него выведена, то есть, если мы напишем здесь animal, то все в порядке. Действительно, cat является экземпляром animal. более того, мы можем написать вот так. То есть, объявляем переменную а типа animal и кладем в нее нашу кошку. После этого мы проверяем. а является экземпляром класса cat. Запускаем. Да, действительно является. Еще одна похожая операция называется s. То есть, мы можем завести еще одну переменную типа cat и сказать, что мы положим в переменную c то, что лежит в переменной а как кошку. Смотрите, если то, что лежит в переменной а является кошкой, то в переменной c окажется кошка. мы вот так вот сделаем сейчас на консоль выведем, что у нас лежит в переменной c. Значит, если у нас в переменной а лежит кошка, то, соответственно, в переменную c попадет эта самая наша кошка. Пускаем действительно там кошка. давайте заведем например другую переменную doc. Если мы теперь положим нашу собаку внутрь переменной а, то получается вот следующая штука. То есть мы в нашу переменную а кладем значение собака. После этого пытаемся трактовать то, что лежит внутри переменной а как кошку. понятно, что это неправильно, потому что внутри переменной а лежит в данном случае собака, она не может быть преобразована к типу cat. Соответственно, в этом случае внутрь переменной c будет положено значение 0. и в момент выполнения программы вот здесь у нас возникнет ошибка. Сейчас запустить. На, происходит ошибка. Возникает исключительная ситуация и вот среда нам сообщает о том, что неправильная выполненная операция. Поэтому, когда мы имеем дело с операцией s, обязательно необходимо проверять результат. То есть, вот здесь мы обязательно должны написать что-нибудь в таком роде. Если c не равно 0, то есть, наша операция выполнилась успешно. Тогда мы можем написать значение нашего типа а иначе. Или даже не так. Давайте здесь просто напишем если она равна 0, то мы напишем ошибка. закончим нашу программу. Сейчас, секундочку, еще надо остановиться. Запускаем. Ошибка. Действительно, мы не можем трактовать собаку как кошку. кошку. Но если опять же мы вернемся к предыдущему значению у нас для переменной а и запустим нашу программу, то окажется, что все в порядке. Действительно, кошку мы можем трактовать как кошку. Так, существуют еще условные операции. если мы хотим выполнить сразу несколько выражений внутри например нашего if. Например, если мы хотим проверить является c null, то есть если c не null, и если например a is cat то выполняем какие-то действия. То есть вот если мы хотим объединить несколько наших условных выражений то используется операция i записывается она с помощью двух таких символов i то есть это выражение будет правильным истинным в том случае если и правая часть и левая часть выполняются и являются истиной. Если хотя бы одна из них не является истиной то соответственно это выражение будет равно false и содержимое этих фигурных скобок выполняться не будет. Другой еще операцией является операция или она записывается следующим образом две вертикальные черточки. в этом случае если или левая часть выражения или правая часть выражения истина тогда и все выражение является истиной. То есть если c не равно 0 или а является кошкой тогда выполняется то что находится внутри фигурных скобок. В противном случае нет. вот эти операции и и или очень часто бывает полезно использовать внутри различного рода условий ветвления или условий циклов. Когда у вас выполнение программы зависит от нескольких разных условий вы можете использовать это эти операции. Наконец существует одна очень интересная операция которая по своей сути является такой краткой записью оператора if. Выглядит она следующим образом. Давайте напишем get вот что-нибудь такое смысл этой операции следующим. Если то что находится вот здесь вот до знака вопрос истина тогда эта операция возвращает то что находится сразу после знака вопроса. А если вот это выражение ложно то возвращается то что находится после двоеточия. то есть если c не равняется нул то мы в переменную p положим то что находится в переменной а как кошку. А если переменная c является нул тогда мы и в переменную p тоже положим нул. Эта операция очень похожа на просто команду if. То есть мы могли то же самое записать следующим образом. Если c не равно нул то p равняется а s cat иначе p равняется нул. Ну как видите во-первых эта запись намного длиннее а во-вторых вам приходится здесь использовать p два раза и вы не можете определить переменную p в этом же выражении поэтому иногда когда у вас особенно простые выражения бывает удобно использовать вот такую запись ну и наконец последний вид операций который на самом деле довольно широкий это операции присваивания мы с вами уже многократно с ними сталкивались символа равно как раз определяет эту операцию присваивания то есть смысл ее заключается в том что мы переменную кладем на какое-то значение давайте еще раз напишем целочисленное переменное если мы пишем i равняется 7 мы выполняем операцию присваивания мы внутрь переменной i кладем число 7 это самая простая операция присваивания часто мы внутрь переменной кладем помните как в случае инкремента мы писали i плюс 1 часто бывает когда мы внутри вот этого выражения тоже используем переменную i например когда у нас выражение выглядит вот так вот когда мы просто i умножаем на 2 существует сокращенная форма записи для такой операции выглядит она следующим образом можем написать i умножить равно 2 то есть это означает что мы i умножаем на 2 и результат кладем обратно в переменную i вот это более сложная форма присваивания соответственно такие формы присваивания существуют для всех практические операции арифметических и логических то есть мы точно также можем написать здесь делить и присваивать брать остаток и присваивать складывать то есть мы можем в i положить i плюс 2 в данном случае или можем i плюс 3 или можем положить i плюс 3 умноженное на то есть вот здесь у нас может быть достаточно сложное выражение то есть эта запись аналогична записи следующей когда мы и выкладем i плюс вот это выражение эти две записи эквивалентны существует еще одна очень полезная операция когда мы работаем с переменными которые хранят себе объекты то есть ссылочными типами то очень часто возникает необходимость проверять что переменная не содержит ну вот вот То есть, если А равно 0, тогда в В будет положено то, что находится в этой части выражения. А если А не равно 0, а содержит в себе какой-то объект, то именно этот самый объект и будет положен в В. Если мы здесь распечатаем, что у нас окажется в результате в переменной В, то в данном случае у нас будет cat. Но если мы в А положим 0 и запустим, то в переменную В попадет собака. Это достаточно удобная форма записи, которая, опять-таки, эквивалентна следующей записи, чтобы было более понятно. Это соответствует следующей записи. Если А равно 0, то В равно А. Иначе B равно new doc. Но эта запись, конечно, более длинная и, на самом деле, менее понятная. То есть, если вы привыкнете к такой форме записи, вам будет проще писать в вашу программу. Ну и последнее, что я хотел отметить про операции. У операции существует приоритет исполнения. Если вы пишете... Еще разочек напишем целочислы. Если вы пишете какое-то выражение, например, i равняется k умножить на 2 плюс k минус 5. То вы должны понимать, что операция умножения имеет больше приоритет, чем операция сложения и вычитания. Даже наоборот, если здесь вот так вот напишем. То операция умножения имеет больше приоритет, поэтому сначала k будет умножена на 2, а потом к нему прибавится еще k. И вычтется 5. То есть, эта запись эквивалентна вот такой. Поэтому, если вы пишете сложные выражения и недостаточно хорошо понимаете, какие приоритеты у разных операций, то я рекомендую активно использовать скобочки. Если вы напишете вот так, например, то вы получите совсем другой результат. В данном случае, когда вы используете скобки, запись становится однозначней и гораздо более понятной. А вкратце, говоря о приоритетах, надо сказать следующее. Что наибольший приоритет имеют операции унарные, то есть это операции инкремента и декремента. Чуть меньшие приоритеты имеют операции умножить, поделить и взятие остатка. Еще чуть меньшие сложения и вычитания. Еще более низкий приоритет имеют операции отношения, проверки типов и сравнения на равенство. Вот мы с вами рассмотрели основные операции, которые используются в программах на C-Sharp. Спасибо. На сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok